Друзья, добрый день. Пора начать наш вебинар. Меня зовут Казакова Дмитрий Владимирович. Я ведущий инженер лаборатории промышленной системы потоковой обработки данных центра НТИС БПУ. Значит, сегодня расскажу вам про нейроинтерфейс, про разработку, которая была по заказу компании Linux Format. После меня выступит Павел Фролов, основатель международной сети клубов робототехники Roboclub. И он прояснит некоторые моменты по использованию этого нейроинтерфейса в робототехнике. Я же больше углублюсь в технические детали, как это все устроено, как это работает. Постараюсь следить на технические вопросы. Не стесняйтесь, задавайте комментарии в нашем чате. Начнем? Меня вообще слышно? Нет? Ответьте, пожалуйста, в чате. Все ли у всех работает, чтобы не было потом проблем. Вижу, что слышно. Так, ну давайте начнем. Значит, хочу сегодня вам рассказать про нейроинтерфейс. Это прототип, который как раз тот самый первый, который демонстрировался в Сочи. Значит, я разрабатывал его в составе команды разработчиков в лаборатории промышленных систем по такой работе данных. Лаборатория, помимо разработки аппаратных вещей, занимается еще множественными задачами. То есть там видеоаналитика, техническое зрение, контроль транспорт, веб-разработки. Ну, то есть очень много сфер. Я же больше буду рассказывать про именно сферу встраиваемой разработки. То есть это интернет вещей, различные устройства и прочее, прочее. Как раз вот нейро-гарнитура относится к таким устройствам. Значит, что требовалось? Требовалось разработать нейроинтерфейс, который будет анализировать сигналы головного мозга и на основе этих данных формировать некие управляющие воздействия. То есть изначально планировалось, что для демонстрации мы подключим нейроинтерфейс к роботизированной платформе и будем ей управлять. То есть направление движения будет задавать наклоны, повороты головы, а непосредственно мозговая активность будет управлять неким манипулятором, установленным на этой платформе. То есть на слайде видно вот эту вот платформу, но, к сожалению, почему-то нет на ней на фотографии клешни. Вот эта платформа снабжена еще дополнительным манипулятором и позволяет захватывать предметы. К сожалению, сейчас нет технической возможности продемонстрировать работу, потому что нужно оборудовать съемочное место. Но я думаю, мы на YouTube-канале выложим ссылку на интервью телевизионщикам. Там было продемонстрировано и, в принципе, показывалось, как оно работает. Значит, так как у меня есть возможность показать некоторую инсайдерскую информацию, я надеюсь, меня за это никто не заблокирует, из чего, собственно, сделан нейроинтерфейс. В первую очередь это датчики. Датчики, которые прилегают к голове и позволяют считывать сигнал активности непосредственно с кожного покрова. Датчика 2 плюс ушная клипса, которая отвечает за нулевой потенциал. Датчики российского производства и специального сплава, которые при контакте с кожей не добавляют дополнительного сопротивления перехода кожи электрод. То есть не окисляются, не вступают в реакцию с кожным покровом специальные электроды. Дальше это все идет на плату высокоточного малошумящего усилителя. Попробую поближе показать вот эту микросхему. Усилителя, скомбинированного с аналогом цифровым преобразователем. Для чего это нужно? Для того, чтобы в дальнейшем вырабатывать весь сигнал в цифровом виде. После этого идет платка, которая отвечает за непосредственно обработку, цифровую фильтрацию, выделение паттернов управляющих и прочее, прочее. И заодно на этой же плате установлен Bluetooth BLE чип, который позволяет связывать ее с телефоном. Почему использовали BLE? Потому что это современная технология и она позволяет экономнее расходовать ресурс аккумулятора встроенного. Во второй половине устройства установлены платы питания и заряда батареи, а также управление включением. То есть верхняя платка это управление включением, вот эта маленькая. Она, по сути, включает-выключает устройство и показывает состояние индикаторов. А нижняя платка является платой гальвинической развязки питания, заряда батарей и контроля передающих сигналов, тоже развязки. Так, что еще рассказать. Общая схема устройства, не устройства, а схема функционирования устройства, представлена на слайде, который сейчас видно. Значит, нейрогранитура, в данном случае вот она на манекене синим изображена, это предыдущий вариант корпуса. Она снимает сигналы с кожи, ну, не пациента, а испытуемого, анализирует, делает предварительную фильтрацию, выборку и передает уже обработанные данные в приложение, которое мы тоже написали, самостоятельное приложение на базе операционной системы Android. В приложении приложение преобразует исходные данные, которые были получены с нейроинтерфейса, да, то есть это сигналы альфа, бета, тета активности в управляющие команды и передает их по Bluetooth на робоплатформу. Робоплатформа – это конструктор, она управляется Arduino-платой и умеет воспринимать фиксированный набор команд определенных, то есть там движение вперед-назад, захват лишней и прочее. Вот приложение «Посредник» на базе Android, оно как раз преобразует сигналы нейроинтерфейса, которые сняты там в форме абстрактных величин, в команды управления. Значит, соответственно, что мы можем с этой платформой сделать? Во-первых, можно ее использовать как есть. То есть взять нейроинтерфейс, написать свое приложение «Посредник» под Android или взять заготовку того, который у нас есть, исходник все выложен, и управлять каким-либо устройством. Там роботизированной платформой, передвижным самоходным каким-то манипулятором, еще чем-то. Либо можно использовать анализ сырых данных. На нейроинтерфейсе есть USB-порт с разъемом USB Type-C. Он способен выдавать сырые исходные данные. То есть это сигнал непосредственно с аналога сфорового преобразователя, предварительно отфильтрованный, но не в виде команд. Этот сигнал можно анализировать в самописном ПО, либо с использованием уже существующего ПО, такого как BrainBay, тоже open-source ПО, бесплатное, доступное для скачивания. Собственно, такие функции позволяют использовать устройство как довольно, скажем так, неопытным пользователям, так и уже продвинутым людям, которые знают, что они хотят с этого получить. К тому же можно использовать частично элементы данной платформы, то есть брать элементы схем, элементы конструкции, элементы исходного кода. Это все полностью бесплатно, полностью открыто, выложено в общий доступ. То есть разрабатывалось для того, чтобы каждый мог найти ту точку входа, на которой он сможет начать изучение нейроинтерфейса. Платформа была показана на форуме «Глобальное техническое лидерство в Сочи». Я думаю, об этом уже более подробно расскажет Павел Фролов, он непосредственно участвовал в этом мероприятии, поэтому я даю ему слово. Свои вопросы можете мне задать в конце, после выступления Павла, я на них с удовольствием отвечу. Уважаемые коллеги, пожалуйста, поставьте в чатике плюсик, если вы меня видите, и плюсик, если вы меня слышите. Отлично. На данных фотографиях представлена демонстрация нейроинтерфейса связки с робоплатформой. На форуме «Глобальное техническое лидерство в Сочи». Собственно, на левой фотографии мы демонстрируем специальному представителю президента по цифровой экономике Дмитрию Николаевичу Пескову и вице-премьеру Андрею Ромовичу Белоусову, а на правой фотографии демонстрируем Кириллу Александровичу Соловичику. Это сейчас председатель комитета по промышленности и инновациям правительства Санкт-Петербурга. Значит, у нас был очень простой кейс демонстрации платформы. Нужно было надеть нейроинтерфейс. Дальше мы ставили на пол робоплатформу с манипулятором и бумажный стаканчик, после чего акселерометр, который встроен в нейроинтерфейс, он передавал сигналы о положении головы и, наклоняя туда-сюда голову, нужно было подъехать роботом к стаканчику, а дальше путем расслабления своего ума нужно было заставить подняться уровень альфа-ритма до состояния, чтобы клешня робота сомкнулась на датчике и дальше, сохраняя такое медитативное состояние, нужно было отвезти стаканчик в воротики. Ну, собственно, могу сказать, что чем более высокий пост в государстве занимали люди, тем легче у них это получалось, и, собственно, было видно, что они хорошо контролируют свои альфа-ритмы. Видимо, это что-то значит с точки зрения управленческих способностей человека. И за время форума «Глобальное технологическое лидерство» мы таким образом провели больше сотен тестовых сессий и показали, что устройство очень хорошо работает. И теперь поговорим про практическое применение этого устройства. Значит, производителем устройства и заказчиком разработки в политехе является компания Linux Format. И, собственно, данная разработка была профинансирована фондом содействия инновациям, также известным как фонд Бортника. И, собственно, на стенде фонда содействия инновациям была презентация в Сочи на форуме «Глобальное технологическое лидерство России». Что касается первого крупного внедрения нейроинтерфейсов, здесь уже есть договоренности с сетью школ робототехники «Робоклуб». Это довольно большая сеть. На данный момент это более 130 школ робототехники в России, Финляндии, Таиланде и Японии для детей от 5 до 15 лет. Занятия проводятся как в оффлайне, так и в онлайне теперь. И параллельно в 18 странах мира действуют еще робоклассы. Соответственно, в данную международную сеть нейроинтерфейсы будут поставлены в первую очередь, потому что они идеально подходят для решения задач, поставленных перед робоклубом. Задача следующая. Робоклуб обучает детей, как им стать умными, как им научиться делать изобретения полезными людям, как лучше понять точные предметы, подтягивают знания и помогают легче сдавать экзамены по точным наукам, математика, физика, информатика. Помогает подготовиться к вузу, получить профессию будущего или стать технологическим предпринимателем. И в идеальном случае мы больше всего радуемся, когда выпускники робоклубов готовы создать собственные стартапы на рынках национальной технологической инициативы. Если ребята не создают свои собственные стартапы, тогда хорошо, чтобы они пошли работать в уже существующие стартапы в компании МТИ. А если не то, не другое, то третий хороший вариант – это если ребята станут мейкерами, по-русски это самоделкины, и радикально повысят качество жизни своей семьи, качество жизни своей семьи за счет того, что они могут все что угодно починить либо сделать своими руками. В качестве примера того, как наличие способности мейкера сильно упрощает жизнь, например, в текущей ситуации, связанной с коронавирусом. Сейчас есть большая программа «Мейкеры против коронавируса». В рамках этой программы ребята печатают на 3D-принтере переходники для масок, для снорклинга, из которых получаются отличные маски для аппаратов ИВЛ. Печатают респираторы и собирают рециркуляторы воздуха с ультрафиолетовым облучением, которые убивают бактерии и инактивируют вирусы. И на примере рециркулятора, в чем выгода для семьи, если там есть мейкер, если вы сейчас захотите купить рециркулятор воздуха с ультрафиолетом, вам придется заплатить где-то от 50 до 80 тысяч. Мейкеры собирают такие рециркуляторы по цене где-то 3 тысячи рублей за стоимость компонентов. То есть фактически в 20-30 раз дешевле, чем в магазине сейчас это продается. И в робо недавно собрали такие рециркуляторы для робо-клубов, выложили инструкцию для самостоятельной сборки в интернет, и неожиданно это вызвало большой резонанс. В СМИ уже три телеканала приезжали, снимали репортажи о том, как своими руками можно собрать рециркулятор для обеззараживания воздуха в помещении. И нейроинтерфейсы, которые мы надеемся в робо-клубе в этом году уже получить, они позволяют расширить дисциплины, изучаемые в робо-клубе от алгоритмики программирования, робототехники, 3D-моделирования, 3D-печати, схемотехники, микроэлектроники и виртуального умного дома до нового направления, связанного с разработкой нейроинтерфейсов. И нам очень важно, что эти нейроинтерфейсы опубликованы под open-source лицензиями открытыми и свободными, потому что как раз все оборудование, все программное обеспечение, которое мы используем в робо-клубах, оно является open-source. Нам это критически важно для того, чтобы у детей не возникало, так называемого, мышления в духе черного ящика, чтобы дети не относились к технологиям как к магии, а наоборот, чтобы они понимали, что любая магия – это просто непонятая технология. И все наше оборудование можно разобрать до последнего винтика, понять, как оно работает, собрать обратно, сделать копию. И также все программное обеспечение можно разобрать до байтика. И мы считаем, что закончили учить ребенка, когда он способен пойти в магазин и знает, в какой магазин идти, купить там россыпью детали, спроектировать свою печатную плату, потом ее изготовить, потом распаять, потом лазером и на 3D-принтере сделать корпусные механические детали, собрать все это дело воедино, запрограммировать и применить в реальном процессе, где требуется автоматизация, роботизация для решения класса интернет вещей. И понятно, что наличие интерфейса взаимодействия с машинами, которые не задействуют руки, позволяет управлять сигналами с головы, оно значительно расширяет возможности людей, в том числе и операторов производства будущего, и операторов роботов. Поэтому всему этому мы хотим детей учить. Ну и кроме того, видно, что сейчас очень мало человечества знает про то, как правильно интерпретировать сигналы, там, например, те же самые альфа, бета и тета ритмы, которые с нейроинтерфейса можно обрабатывать, поэтому мы возлагаем большие надежды на функцию нейроинтерфейса по обработке сырых данных, когда мы просто снимаем сырые данные и дальше их обрабатываем. То есть на старших уровнях обучения в робоклубах мы обязательно будем с ребятами разбираться, что можно из этих данных получить, какие полезные сигналы. И хотелось бы дойти до уровня, чтобы можно было снять сигнал, там, например, намерение поднять правую руку, правую ногу, левую руку, левую ногу и так далее. И вот это вот взаимодействие с внешними устройствами от протеза до робота – это вот то, что нас сейчас интересует в первую очередь. И, собственно, то, что уже сейчас из коробки может с нейроинтерфейсом, может передавать сигналы вперед-назад, влево-вправо и захват. И это, в общем, уже очень круто для того, чтобы тестировать управление различными устройствами. И, кроме того, это позволяет в том числе и тренировать, так сказать, нейропластичность у людей. А через нейропластичность усиливаются интеллектуальные возможности человека. Поэтому сейчас мы прорабатываем вопросы всяких нейрогонок, нейрофутбола для того, чтобы несколько ребят могли надеть нейроинтерфейс, управлять роботами, например, тренироваться, кто из них быстрее проедет. И тогда скорость робота может стоить в зависимости от альфа-ритма. Либо кто больше голов забьет в противоположной команде. Здесь и реакция, и контроль альфа-ритмов, и общие когнитивные и интеллектуальные способности тренируются. Еще один очень интересный момент – это нейромаркетинг и нейроисследование. И здесь мы сейчас начинаем прорабатывать вопрос сотрудничества с еще одной компанией НТИ, которая называется NeuroAngel, которая вышла из компании «Лаборатория знаний». Они занимаются тем, что с помощью сигналов с нейроинтерфейсов они определяют, находится ли человек в состоянии концентрации, в состоянии стресса, в состоянии потока. Или внимательности, невнимательности. И прорабатывают вопросы, чтобы, во-первых, разработчики программного обеспечения с помощью нейроинтерфейсов могли отловить, в каком состоянии им лучше писать программу, а в каком состоянии лучше не писать программу, потому что будет много ошибок. И другой момент – это тренировка командного взаимодействия, когда люди действуют в команде, и благодаря данным, снятых с нейроинтерфейсов, надетых на людей, можно определить, насколько команда слаженно работает. Ну и, конечно, большой пласт – это развлечение, там всякие компьютерные игры, в том числе виртуальные реальности, где управление происходит с помощью сигналов, снимаемых нейроинтерфейсом – это очень важный момент. Ну и, собственно, основная идея робоклуба в том, что в мире будущего всю монотонную работу будут делать роботы, а управлять этими роботами, а также бытовыми приборами, компьютерами, экзоскелетом, искусственными органами чувств, инвалидной коляской, автомобилем и многими другими устройствами мы будем с помощью сигналов мозга, снятых с нейроинтерфейсов. Поэтому благодаря новому конструктору нейроинтерфейсов наши ученики получают навыки, необходимые для жизни, а также начинают постигать наиболее востребованные и наиболее высокооплачиваемые профессии будущего. На этом я закончил свой доклад, и сейчас я хотел бы ответить на ваши вопросы. Ну и, собственно, предвосхищая вопрос, будет ли опубликована запись нашего вебинара, сразу же скажу, что запись вебинара вы увидите на YouTube-канале «Лаборатория». Ссылка уже есть в чате. Пожалуйста, пишите ваши вопросы в чат. Так, я сейчас еще посмотрю, у нас есть вкладка «Вопросы». Еще отвечу на незаданный, но типовой вопрос. Как можно наше устройство будет приобрести для своих задач, либо для тестирования? Самый простой способ – это связаться со мной. Собственно, вот есть мой e-mail на экране, а также можете написать мне в WhatsApp или в Telegram на номер телефона. Я сейчас напишу номер телефона в чате. Ну, уважаемые коллеги, я вижу, что нам удалось понятно презентовать наш продукт, и вопросов нет. Благодарю всех, кто нашел время посетить нашу виртуальную презентацию. Очень интересный новый формат ММСО. Надеюсь, что он будет развиваться в режиме дистанционного участия. Сейчас тогда давайте прощаться. Желаю вам благотворной работы на ММСО. Всего хорошего. Желаю вам благотворной работы на ММСО.